Картина восхищения женщины Картина восхищения женщины написана в технике интуитивного графика с закрытыми глазами. Данные способности у меня открылись после 25 лет духовных практик. Занятия йогой, цигун, даосские техники, треки по местам силы земли. Другие. Процесс написания картины состоит из четырех этапов. Первый. Желание отразить состояние, энергию, ресурс, код. Второй этап. Медитация на это состояние. Третий. Создание определенного альфа-тета состояния своего подсознания. Что-то связанное с полудремой, полусном, когда подсознание очень в активном состоянии. Четвертое. Создание трансформационной картины. Картина состояния. Это состояние может быть восхищение, удивление, красоты, молодости. Картина ресурс. Закладывается ресурс в картину. Самоутверждение. Самоуважение. Гармония тела и разума. И многое другое. Картина энергия. Это воспроизвести, прочувствовать энергию. Мужскую, женскую. Энергию денег. Энергию изобилия. В картине код закладывается состояние будущего. На успешный бизнес. На денежный поток. На гармоничные взаимоотношения. И многое другое. Картина восхищения женщины создана под впечатлением женской грации. Красоты ее линий, форм, тела, изгибов, движений. Женщина – это бесконечная вселенная. Наслаждение и восхищение. Глядя на эту картину, я увидела, что женщина-королева сидит на бутоне. Я поняла, что женщина – это безграничный божественный цветок. Вы можете увидеть свои ощущения прожить, настроение, осознание через эту картину. Вы поймете свой момент истины. В моих картинах заложен только положительный код, потому что они созданы в потоке абсолютной божественной любви. Как-то в слова сформулировать. Я вам подскажу, что вы здесь видите. Ну, знаете, глядя на нее, можно медитировать на любовь. Так, правильно. Правильно я угадаю. У меня здесь заложена любовь. Это мои пожелания отелью Арника и Кисловодску, Кавказу. Какой элемент первый вы увидели? Естественно, сердце. И вот эти яркие линии, они как будто бы состоят из энергии. Каких-то потоков энергии. Меня почему-то сразу привлекла эта работа. Спасибо. Спасибо.